Печальная дата в истории нашей страны. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В Сочи сегодня прошли памятные митинги. Тайская принцесса планирует посетить Сочи. Детали поездки с главой курорта обсудил полномочный министр посольства Таиланда. В Сочи поборются с пробками. Кто нужен? Казаки, регулировщики или реверс? Комиссия рассмотрит все возможные решения. В отчетах нули, а по факту масса клиентов. В Сочи инспекторы проверили предприятия, которые уходят от налогов. Печальная дата в истории нашей страны. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней. 12 тысяч краснодарцев пришли сегодня ночью на Театральную площадь, чтобы почтить память героев Великой Отечественной. Как символ скорби, горожане зажгли свечи. А ровно в 4 утра, как и в 1941-м, раздался голос Левитана. Колонны. Люди отправились в сторону вечного огня. В одном строю с краснодарцами прошли глава района, председатель законодательного собрания, вице-губернаторы. К мемориалу участники акции возложили цветы и венки, оставили зажженные свечи. А после минуты молчания начался траурный митинг. Такое же раннее июньское летнее утро. 76 лет назад. Только немирное, небезмятежное. Первые взрывы бомб. Мальчишки-солдаты. Первые сотни, тысячи погибших. Они так хотели жить. Зажженная свеча памяти в ваших руках, как дань памяти тем, кто отстоял страну, отвоевал победу ценой собственной жизни. Кубань помнит, как по ней прошелся фашистский сапог. Сотни тысяч раненых, погибших, искалеченных войной наших земляков. Пока будет жива память о страшных сороковых, будем жить мы, как единый народ. Я благодарен каждому из вас, кто пришел в этот ранний час на эту площадь и зажег свечу. Как дань памяти тем, кто дал возможность нам жить, отдав за это свою жизнь. Каждый в своей семье помнит тех, кто воевал, защищал свою страну. Отрадно видеть, что рядом с дедами находятся внуки. Это говорит о том, что мы любим свою державу. Мы гордимся подвигом своих отцов, дедов и сделаем все для того, чтобы не повторились ужасы войны. Чтобы почтить память защитников Отечества, сегодня весь день люди приходили к вечному огню. А в 10 часов предприятия края прекратили работу, замер транспорт на дорогах. Городскую суету остановила всекубанская минута молчания. В День памяти и скорби, как и по всей стране, в Сочи тоже прошли памятные митинги. 22 июня, ровно 4 часа утра, так же, как 76 лет назад. В тот день началась Великая Отечественная война, а сегодня благодарные потомки вспоминают подвиг своих дедов. Сочинцы идут к мемориалу в завокзальном районе, к памятнику бойцам, погибшим в годы войны. В их руках зажженные свечи, свечи памяти, знак общей скорби и признательности. А еще белые журавли, как символ солдат, не вернувшихся с войны. Не потому, так часто и печально, мы замолкали, глядя в небеса. День памяти и скорби продолжился уже после рассвета. Главные мероприятия прошли на том же мемориале, главном в Сочи. Еще до начала памятного митинга здесь стали собираться люди, пришли и ветераны. Николай Заранко, 22 июня, встретил под Брестом. Как известно, город первым принял на себя удар противника. И уже в первые дни войны Николай Никитович узнал, что такое потерять близких. У нас было три сестрички, папа, мама и я. Правда, сразу старшая сестричка не выдержала. Переночевали мы там три ночи, негде было лежать на земле. Она была, ну как, уставшая. И вот она простыла и умерла. А среднюю сестричку немцы сразу забрали в Германию. А мы остались в оккупации. Каждый пришел к мемориалу со своей печальной историей. Ведь война затронула фактически каждую семью. Это священный день для меня особенно, потому что я блокадный ребенок блокадного Ленинграда. На день начала войны мне еще было только пять лет. Я как-то не очень поняла, понимаете. Это осознание пошло постепенно. Когда началась вот эта вот, как я знаю, у мамы продукты кончались. А потом в магазинах продукты вообще кончились. А потом уже стали окна заклеивать крест-накрест. Ну и дальше воздушная тревога, бомбежка, голодовка. Колонна поднимается по ступеням к вечному огню. В потоке людей – ветераны, глава города, председатель городского собрания, воспитанники патриотических клубов и просто неравнодушные к истории своей страны сочинцы. Минута молчания и оружейный залп. К вечному огню несут цветы и венки. В память и о погибших сочинцах. Из Сочи на фронт ушел каждый третий житель. Пять тысяч человек не вернулись домой. Тогда, 76 лет назад, еще никто не знал, что эта война в историю войдет как самая кровопролитная. Она продлилась 1418 дней и унесла почти 27 миллионов жизней наших соотечественников. Меняются поколения, уходят ветераны, а память остается и вновь и вновь собирает у памятников и братских могил благодарных за подвиг во имя жизни. В пятницу президент России примет участие в стыковке газопровода «Турецкий поток». Это произойдет в Анапе во время рабочей поездки Владимира Путина в Краснодарский край. По этому газопроводу ежегодно может быть прокачан 31,5 миллиард кубометров газа для потребителей из Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. К другим новостям. Губернатор Кубани остался недоволен дорожными работами на трассе М4 Дон, ведущей в сторону Черного моря. Вениамин Кондратьев на автомобиле проехал от Краснодара до Архипа-Осиповки. По поручению губернатора, с проезжей части должны были убрать всю технику и отменить реверсивное движение. На что главе региона пожаловались простые рабочие, знают наши краснодарские коллеги. 140 километров, около двух часов пути. Краснодар-Архипа-Осиповка – один из самых популярных у туристов маршрутов на море. Эта же дорога ведет на Геленджик. По сравнению с прошлогодним летом, однозначно можно сказать – пробок нет. Как нет и реверсивного движения, на которое жаловались водители. Губернатор лично проверяет, что сейчас происходит на М4 Дон. К 15 июня на дороге должны были прекратить любой ремонт. Однако на обочине все равно встречаются рабочие бригады и техника. Мы сейчас с вами вместе едем от самого Краснодара, сейчас приедем к Жуку. Любое препятствие, любой лишний знак, любое ограничение на дороге, оно, естественно, снижает, снижает, снижает скоростной поток практически до остановки. Если поток встал, тогда зачем и к чему мы сегодня проводим много совещаний, что-то пытаемся объяснить, что-то пытаемся доказать, в чем-то заверить друга. Не надо заверять. Мы тебе реально покажите результат на дороге. Что сегодня техника ушла, рабочие ушли, но выполнив весь объем работы. Здесь работа идет в круглосуточном режиме, с освещением. То есть мы ночью не останавливаемся. Вот здесь реально объективная ситуация, что дорога могла вообще исчезнуть. То есть река Подмыло произошло проседание на полтора метра. В свою защиту руководитель Кубанского управления Автодора пытается объяснить. Ремонт ведется не на проезжей части и не мешает движению автомобилей. Но звучит это больше как оправдание, особенно когда видишь огороженный кусок дороги. Оказалось, участок моста бетоном залили всего пару дней назад. У нас уже сейчас вторая половина июня, а вы только заливаете. Ну о чем мы говорим? Кто мешал зарить, я еще раз подчеркиваю, в январе, феврале, в марте, в ноябре кто мешал и в октябре залить? Выполняли ту половину проезжей части. Каждый находит оправдание для себя. Но те, кто по этой дороге едут, давайте остановим любую машину, никакого оправдания они не услышат. Понимаете, они ехали год назад, два года назад, в этом году будут ехать и опять М4 Дон в ремонте. Ничто не будет служить оправданием. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, если не успеваете, не можете делать, то мне ничего не остается, как сделать так, чтобы делали это другие. При этом в краевом управлении госкомпании на каждом совещании с губернатором обещали к началу курортного сезона закончить на трассе ремонт. Судя по всему, высокопоставленные дорожники не ждали сегодняшней поездки на море и даже не предупредили рабочих о визите губернатора. Поэтому те и рассказали все, что думают о своей деятельности. Что нужно для того, чтобы как можно быстрее сегодня завершили строительство или ремонт дороги? В день можно сделать, не торопясь, при правильной организации этого труда, можно сделать 50 кубов. Это однозначно. При правильной организации. А делаете сколько? Вот этот объект, куда мы это слаживаем, мы берем вот три метра оттуда, носим сюда, в руках. Что, видите, одна тачка. Сейчас на 16 человек. Одна тачка, два ведра. Нужен результат. А результат, наверное, все-таки здесь в организации самого ремонтного процесса. Вот в чем вопрос. А ремонтный процесс сегодня, я чувствую, он не то, что хромает, его здесь просто нет. Еще один участок, где есть риск появления пробок, 5 километров после Архипа Осиповки в сторону села Возрождение. Дорога разделена бетонными блоками. Проезжая этот отрезок, автомобили сбрасывают скорость. В этом случае при интенсивном движении возможны заторы. Существующая дорога, которая есть вот на той половине проезжей части, она ниже, нежели та, которая устроена вновь покрытие. Соответственно, для безопасности дорожного движения мы разделяем эти встречные потоки. Но это, видишь, маленькое исключение из того, что с вами увидели. А в целом я хочу сказать, что вся дорога, у меня впечатление, что она вся в ремонте. И здесь не надо сейчас винить ни федеральные государственные предприятия, ни иные какие-то структуры. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной режим, снижают скорость автотранспортного потока. И явно не вызывают положительных эмоций ни у жителей нашего окраина, ни у тех, кто к нам приехал, доходил до нашего бережа. После сегодняшней поездки по М4 Дон Вениамин Кондратьев намерен обратиться в Министерство транспорта России, чтобы уже там обратили внимание на то, что региональное управление госкомпании «Автодор» не выполнило договоренности по срокам ремонта участка федеральной трассы. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Архипа Осиповка. В Сочи начался высокий летний сезон, а вместе с ним в город вернулись и пробки, особенно на федеральной трассе. Как не допустить транспортного коллапса и обеспечить бесперебойный трафик на дорогах курорта? Этот вопрос сегодня на совещании у главы города обсудили руководители ГИБДД города, федеральных и муниципальных дорожных служб. Слово Елене Овсециной. Благодаря Олимпиаде Сочи получил современную транспортную инфраструктуру, одну из лучших в стране. Однако на отдельных участках городских дорог пробки остаются, а летом даже усугубляются. Одна из причин, по мнению главы города, неравномерное распределение автотрафика. В частности, загруженный с дороги Дублер на сегодня чуть выше 40%. По объездной дороге и того меньше. Основная часть водителей по-прежнему предпочитает выезжать в центр города по традиционному маршруту к курортному проспекту. Оттого и пробки, особенно в утренние часы пик. И здесь ситуация могла бы исправить более слаженная работа по перенаправлению транспортных потоков. Еще одно сложное направление – Лазаревский район. В следующем году федеральные дорожники построят здесь сразу пять надземных пешеходных переходов, три в Лао и по одному в Якорной щели в Ардане. Но пока проблемы остаются, особенно на въезде в центр города на Мамайском перевале. Уже в ближайшее время здесь снесут торговый объект у самой дороги Лавашную, а в перспективе на освободившемся участке проложат еще одну четвертую полосу движения. А пока создана специальная комиссия, которая в ближайшие дни должна предложить хотя бы временную схему организации движения, чтобы разгрузить этот проблемный узел. Рассматриваются различные варианты отведения реверса в утренние часы пик до организации дежурства регулировщика. Причина всего лишь в том, что нет организационной подготовки. И организационная подготовка на том же Сергея Поля, когда поставили тогда, ну, запрещали левый поворот, единственное, надо было поставить сотрудника полиции, который бы временно поработал. Потом поставили светофор. Но светофор это тоже такое дело техническое. Да, утром этот светофор, наоборот, создает больше проблем, когда больше поток. Наверное, какое-то время или на какое-то время, на летнее время, может быть, в ручном режиме надо ставить. Мэр Сочи ставит задачу – туристы к морю должны добираться без проблем. Еще одна мера, призванная увеличить пропускную способность дорог – организация дежурств на пешеходных переходах. Без этого часто бывает, что пешеходы не организуются в группы, каждый самостоятельно переходит дорогу. В итоге машины вынуждены постоянно тормозить и пропускать людей. Глава города просит сотрудников ГАИ не отказываться от помощи казаков, которые в прошлом году формировали групповые переходы через проезжую часть. У нас и на Лаоне было пробок тогда, потому что тоже казаки стояли, правда, сотрудниками полиции, потому что федеральная дорога, но на тротуарах у нас стояли по одному казаку. У вновь созданной комиссии буквально считанные дни на то, чтобы представить свои предложения по улучшению ситуации. В любом случае, все варианты временного размещения организации дорожного движения в период массового наплыва курортников будут рассмотрены. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 30 июня в Сочи пройдет бал выпускников. Традиционно он откроется торжественным шествием вчерашних школьников от площади у Северного мола Морпорта по улицам Несебрская, Войкова и Приморская до концертного зала Фестивальны. Там и состоится основное торжество. В связи с шествием в районе Морпорта будет временно ограничено движение транспорта с 6 до половины 9 вечера. На прилегающих улицах будут установлены соответствующие дорожные знаки и временные ограждения. Кроме этого, будет скорректирован график движения общественного транспорта. Радушие россиян по достоинству оценили болельщики иностранных сборных. Накануне после матча Мексика-Новая Зеландия группа поддержки мексиканской сборной дружно скандировала «Россия! Россия!». К слову, иностранных болельщиков в Сочи встретились с широко раскрытыми объятиями. С ними и фотографировались, и обнимались, и обменивались подарками. Наверное, именно поэтому радостные мексиканцы, помимо прочего, вооружились и российским флагом. Напомню, матч накануне завершился со счетом 2-1 в пользу Мексики. Организация работы на Кубке Конфедерации получила высокую оценку не только Оргкомитета России 2018, но и Международной Федерации Футбола. И существенную роль здесь играли волонтеры. Именно их работе и была посвящена специальная пресс-конференция, которая состоялась накануне в Центре для неаккредитованной прессы. 1130 городских волонтеров задействовано на Кубке Конфедерации в Сочи. В основном городские волонтеры – это студенты сочинских вузов, старшеклассники и представители волонтерского блока «Серебряный возраст». Самому младшему – 16, самому старшему – 75 лет. Многие приравнивают, говорят, что развитие добровольчества на территории города Сочи стартовало именно с приходом Олимпийских и Паралимпийских игр. Мы с этим не согласны. Мы начали свою работу уже с 2011 года, потому что город Сочи действительно очень сильно насыщен различными мероприятиями. Основные функции, по которым работают городские волонтеры – это встреча гостей на входных группах, а также на вокзале и в аэропорту. Особо важная часть – информирование в период проведения матчей на так называемой «последней миле». Всего в городе открыто 12 информационных точек. Подобная схема будет действовать и на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года. По заданию Оргкомитета «Россия-2018» нам надо подготовить 1700 волонтеров к Чемпионату мира по футболу. Из них 1300 – основной состав и 400 – это примерный резерв. Очень интересна география участников, желающих принять участие в этом мероприятии. Они представляют собой 10 стран и большое количество городов России. Что касается волонтеров серебряного возраста, то у них также накоплен колоссальный опыт работы. А по активности они нисколько не уступают более молодым добровольцам. Численность наша на данный момент составляет уже более 700 человек. Поэтому мы с удовольствием пришли на Кубок Конфедерации. И сейчас в качестве как городских волонтеров, так и волонтеров от Оргкомитета. Вне зависимости от функции, которую выполняют волонтеры, главное – это создание атмосферы гостеприимства. По окончанию Кубка Конфедерации лучшие из добровольцев будут отмечены на городском уровне. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. Принцесса Таиланда планирует посетить резиденцию Сталина в Сочи. Сири ван аварии Нари Ратана приедет на курорт 1 октября. Ну а сегодня с главой курорта Анатолием Пахомовым встретился полномочный министр посольства Таиланда. Под Харнпол поблагодарил Анатолия Пахомова за радушное гостеприимство и отметил красоты курорта, которые успел увидеть. Особенно полномочный министр посольства Таиланда отметил герб Олимпийской столицы, на котором изображены все достопримечательности города. Мэр Сочи, в свою очередь, рассказал высокопоставленному гостю о большой работе по модернизации курорта во время подготовки к зимним играм. Мы получили совершенно новый город, удобный город, благоприятный для проживания. Сочи стал местом проведения многих-многих событийных мероприятий. Мы их проводим больше 200 в год. Это конференц-мероприятия, это, конечно, спортивные мероприятия, это культурно-массовые мероприятия. Ну и, конечно, Олимпиада дала нам огромные возможности для нашей молодежи в спорте. Моральное наследие тоже очень замечательное. Люди поменялись, волонтеры наши очень гостеприимные. Как раз с целью получения такого опыта принцесса Таиланда и собирается посетить Сочи. Она прибудет на курорт 1 октября. Вторую половину дня Серива Наваревна Риратана планирует провести в образовательном центре «Сириус». Принцесса много времени и сил уделяет развитию образования в Таиланде. И она приедет в Сочи для того, чтобы не только увидеть достижения вашего города, но и перенять ваш опыт, чтобы развивать его в Таиланде для благополучия своего народа. Полномочный министр посольства Таиланда Под Харнпол поинтересовался у Анатолия Пахомова о возможности его участия во встрече принцессы и посещения ею достопримечательностей курорта. В частности, отметил посол, принцессу интересует резиденция Сталина, так как она является большой поклонницей истории. Глава города заверил, визит Серива Наварина Риратаны в Сочи пройдет на высшем уровне. Завершилась встреча обменом памятными подарками. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Десять трудовых инспекторов из края будут помогать решать проблему неформальной занятости в Сочи. Проверки городских предприятий по-прежнему проходят ежедневно во всех районах города. Результат. В половине из них найдены серьезные нарушения трудового законодательства. Какие именно, узнаем из нашего сюжета. Кафе возле пляжа Ривьера. Место, по сути, проходное, но посетителей нет. Они знакомятся с ассортиментом, разворачиваются и уходят. Все дело в том, что персонал заведения попросту разбежался, испугавшись проверки комиссии. Повара даже бросили недоготовленную еду. Ну а те, кто остался, пытаются объясниться. Но получается невнятно. Я просто помогаю. А вы оформлены по трудовому накополу? Заключались с вами? Нет, пока я сегодня. Недавно. Тут же находится еще одно нарушение. Лицензии на алкоголь у кафе нет. Но в меню он есть и в большом разнообразии. Просто спрятаны бутылки подальше от глаз проверяющих. Алкоголь изъяли. Кстати, хозяина заведения дождаться так и не удалось. А вот сразу у четверых сотрудников общепита не оказалось регистрации и документов. А это уже вопрос безопасности. Именно на этом аспекте сделал акцент Анатолий Пахомов. Глава Сочи на еженедельной комиссии по неформальной занятости еще раз подчеркивает. Каждый принятый на работу сотрудник должен быть обязательно проверен полицией. Потому как неизвестно, с какими намерениями человек устраивается на работу. Требование одно. Человек, которого вы взяли на работу в отель, человек, которого вы взяли на работу в бар, человек, которого вы взяли на работу в ресторан, он должен быть проверен. А чтобы он был проверен, вы просто обязаны передать о нем информацию в полицию. Не оформлять – это быть соучастниками. Иногда преступления. Много событийных мероприятий в городе. Экономика развивается города. Рабочие места появляются. Это ничего никому не будет нужно, если, не дай бог, что-то будет происходить в плане безопасности. Еженедельные проверки городских предприятий показали. Почти в половине из них – нарушение. Количество фактически работающих сотрудников и оформленных работников не совпадает. Оправдания, как всегда, стандартные. Я понимаю, было предприятие, там 100 человек проводило. Если я сам работаю, я тоже когда-то выходные брать. Оформлять работника нужно, даже если он работает всего один раз в неделю. Кроме того, подчеркнул Пахомов, не оформленные сотрудники или получающие серую зарплату лишают себя возможности взять, например, кредит или ипотеку. Да и пенсия у них будет мизерной. Ну а предприниматели ждут крупные штрафы. Если физическое лицо – 10 тысяч за каждого неоформленного. Если юридическое, то все 100. Ну а комиссии по труду теперь решено проводить не еженедельно, а каждый день. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Над современными подходами в работе с детьми с нарушением аутистического спектра в эти дни работают специалисты города и края в рамках научно-практического семинара. Его цель – взаимодействие и практическая помощь в реабилитации детей. Расскажет Рината Шипулина. Конференция проводится в рамках краевой программы «Дети Кубани» и посвящена реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день разработана концепция помощи детям с таким диагнозом. Хотя единой методики лечения заболевания нет. Мы все-таки хотим в крае отработать некую методику, некую модель, которую будем транслировать. И наши директора сегодня реабилитационных центров на этой конференции присутствуют. Они будут в Сочи, у Сочи брать пример, потому что Сочи – это достаточно город с большим опытом по реабилитации этих детей. И они будут транслировать этот опыт на весь край. В краевом регистре сегодня больше 1200 детей с диагнозом аутизм. И проблема их комплексной реабилитации актуальна. Семинар будет одним из важных шагов как раз таки по налаживанию этого межведовственного взаимодействия между специалистами здравоохранения, системой образования, системой социальной защиты, которая позволит максимально раннее вмешательство организовать для таких пациентов, соответственно повысит их реабилитационный потенциал и улучшит исход. Реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья сейчас уделяется много внимания. Не секрет, что долгое время в нашей стране, получая инвалидность при рождении или в течение жизни, многие люди, в том числе и дети, были оторваны от мира. Сегодня в Сочи работает программа «Доступная среда», чтобы они чувствовали себя полноправными членами общества. В части развития именно вот этой темы мы сегодня очень внимательно слушаем, слышим и пытаемся делать все для того, чтобы для тех семей, в которых воспитываются сегодня детки с расстройством аутистического спектра, чтобы им жилось комфортно и, главное, целесообразно. В Сочи в рамках инклюзии в образовательных учреждениях города обучается больше 150 детей. Идет работа и в реабилитационных центрах. В этом году, благодаря помощи администрации города, открылся и досуговый центр для семей с детьми-аутистами. Волонтеры готовы и поиграть с малышами, и помочь организовать общие встречи. Ну а специалисты имеют возможность обменяться опытом в этой сфере. Практические занятия пройдут в рамках семинара, работа которого рассчитана на два дня. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы «Стоматология Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...